Мы бизнесмены или нет? Я вас спрашиваю, мы бизнесмены или нет? Предприниматели или нет? Ну я надеюсь, что здесь люди со свободным мышлением, те, которые работают на себя. И поэтому у нас должны быть точки соприкосновения. Мы работаем для того, чтобы зарабатывать деньги. Мы нацелены на то, чтобы добывать все больше и больше прибыли. Мы тратим на это свою жизнь, свою внутреннюю энергию, мы нуждаемся в подпитке, мы ищем источники вдохновения и для этого мы мечтаем. Ставим высокие цели, разжигаем в себе страсть, поддерживаем энтузиазм, мотивируем себя сами, ищем мотивацию в других источниках, в книгах, в тренингах, в примерах, в историях других людей. И жизнь идет. Одни делают это более эффективно, с большей погруженностью и более результативно, другие в час по чайной ложке, как говорится. Но в конечном итоге мы, извиняюсь, долбимся за деньги. И тут есть, на мой взгляд, достаточно большая опасность. Серьезный просчет может быть в том, что, как бы нам не упустить самое важное, потому что самое главное за деньги не покупается. Самое ценное, самое святое в наших жизнях, это нечто более значимое. Это наши дети, их улыбки, их взгляды, их тельца. Это чувства, которые мы испытываем, когда мы видим, как они смеются. Это наши любимые люди, мужья и жены, с которыми мы вместе идем по жизни, деля каждое мгновение. Это наши родители, которые дали нам жизнь и любят нас преданно и безответно. Беззаветно, правильнее будет сказать. Это, в конце концов, природа, которая нас окружает. Вечер, летний, теплый. Звуки, запахи, закаты, море, травинка, гриб. Мгновение жизни, которое приносит нам счастье. Путешествия, новые впечатления. Короче говоря, есть вещи, которые не покупаются за деньги, потому что они бесценны. И проблема состоит в том, что в погоне за успехом, за деньгами, за регалиями, за чеками, мы не должны забыть самое главное. Мы не должны забывать, что жизнь проходит. Мы не должны допустить такого, чтобы в погоне за успехом, который действительно нужен, за деньгами, которые действительно нужны, мы пропустили бы жизнь. Абсолютное большинство людей, абсолютно большинство людей, которые живет по правилам, учатся, получают профессию, долго и трудно. Потом карабкаются по ступеням карьерной лестницы или просто работают, пытаясь выжить, продержаться или поддержать какой-то уровень, который они достигли. И так пройдет вся жизнь. Они пропустят миллион мгновений. Они будут вынуждены пропустить, потому что они в это время будут на работе. Они пропустят... Я был таким долгие годы. У меня родился сын. Первый раз в жизни. У меня. У меня. Трудно представить. Я вообще не мог представить, что я когда-нибудь буду женат. А уж тем более, что у меня будет сын. И когда пришло сообщение о том, что у меня должен быть сын, когда я видел, как моя жена наполнялась моим сыном, и осталось каких-то несколько дней, я должен был уходить в море. Я должен был уходить в море, потому что был 1976 год, в разгаре борьба с американским империализмом, и мне сказали, что ты должен идти в Индийский океан, и это займет какое-то время. Я говорю, у меня жена беременная. Ну так отвези жену домой, да и пусть себе рожает. Что я и сделал. Я посадил ее в самолет и из Крыма отвез ее за Байкал. И мне дали 10 дней, и я надеялся, что за эти 10 дней я увижу своего ребенка. Но, к сожалению, этого не случилось, и я улетел обратно, ушел в море, и потом я получил известие, что у меня родился сын. И все эти месяцы долгие, это произошло в январе, в конце января у меня родился сын, а в апреле месяце мы зашли в порт Коломбо в государстве Шри-Ланка, и из посольства принесли почту, и мне дали письмо, и там была такая малюсенькая фотография, и я увидел, что у меня действительно родился сын. И когда я вернулся, ему было 9 месяцев, и он уже начал ходить. Я пропустил все, что может пропустить отец. Я пропустил это все. И никогда возврата не будет уже. И сколько я, как и многие миллионы людей, пропустили бесценных мгновений жизни. Я вынужден был обкрадывать себя, тогда было такое время, а сегодня каждый может быть свободным. И прелесть нашей с вами профессии состоит в том, что мы можем как следует поработать, сконцентрировавшись какое-то время на создании бизнеса, мы можем развить свое дело, мы можем создать бизнес, который будет нам приносить прибыль всю жизнь. Для этого надо запустить механизм, создать его, а потом наслаждаться жизнью. Нам не надо по правилам 40 лет ходить на работу, чтобы потом на пенсии точно так же выживать, потому что пенсия жалкая. Нам не надо воровать или идти на нарушение закона, чтобы хоть как-то прорваться в этой жизни. Нам можно оставаться честными, честными людьми, но развить свой бизнес, а потом оставаться свободным. Я знаю множество историй людей, с которыми мне приходилось встречаться. Кровавые истории. Я знаю историю, например, одной девушки. Она была помощником у стоматолога, гигиенистом полости рта. Она закончила там массу учебных заведений и помогала. Короче, медсестра у стоматолога. Влюбилась в молодого человека, они вместе уехали в другую страну, и там он ее бросил. Без денег, без документов, без всего. Без всего. У нее ничего не было. Она была обманута, она потеряла работу, она была без денег, она была обманута мужчиной. Короче, она была в полнейшем ауте. В полнейшем. И что у нее было? Это было у нее два или три звена от золотого браслета к часам, которые давала ей когда-то мама. И это было все, что у нее давало какую-то надежду. Она пошла в кубку к ювелиру, он бросил на весе этот кусочек золота, посмотрел и бросил на прилавок. Говорит, иди, мараться не буду, слишком мало. И она говорит, я вышла и плакала. Я сидела на тротуаре и плакала, потому что мне вся моя жизнь казалась рухнувшей. Когда она проплакалась, ей попалась на глазах газета, и там было объявление о том, что кто-то набирает на работу каких-то людей. И она пошла по этому объявлению и попала на презентацию. И это оказалась сетевая компания, которая набирала дистрибьюторов. Я не знаю, каким образом она покупала дистрибьюторский набор, но она его купила, и она стала дистрибьютором. Маленькая, хрупкая, молодая, неопытная девушка. Но в ней почему-то оказалась сила, такая мотивация, которая заставила ее стать лидером в целой стране. Она перевезла этот бизнес в свою страну, они начинали этот бизнес в своей стране, все было неорганизовано, все было сыро, все было криво, косо, безобразно, но бизнес развивался. Он развивался, потому что у нее была мечта, и потому что она не хотела больше попасть в такое положение, и она хотела доказать всем, что она из себя что-то представляет. Потому что на работе ее осудили, родители ее осудили, значит, любовник ее, мужчина, бросил. Короче, она осталась предоставлена сама себе, и вот другого выхода не было. И вот она стала, как зверь, работать. Прошло несколько лет, с десяток, представьте, ей 33 года, она мультимиллионер, она крутейшая, богатейшая женщина. И вся ее последующая жизнь состоит из того, что она получила и время, и деньги. У нее есть деньги, у нее есть стабильность, у нее есть будущее, у нее есть гарантированный, растущий доход, даже если она не работает. и у нее есть время наслаждаться этой жизнью, видеть закат, проводить время со своими детьми, ни в коем случае не пропустить первые шаги, первое слово «мама» и так далее. И она передает этот стиль жизни всем близким. Она задает тон своей семье. Это самое ценное, что может быть. Показать своим собственным примером, своим детям, а потом и внукам, какой стиль жизни нужно вести, какие правила надо нарушить. Надо разрушить эти правила, которые ведут сотни миллионов людей в тупик, когда они вынуждены получить образование, а потом работают, 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 на двух работают, 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 чтобы хоть как-то выцарапаться в этой жизни и зависеть все время от обстоятельств. Наш бизнес дает, дает, дает нам шанс, нарушив всякие правила, создать себе богатство из времени и денег, чтобы сохранить себе и стиль жизни с точки зрения наполнения материальными вещами, как прекрасно пользоваться вещами, которые сделаны с любовью, в которые вложено много денег и усилий, когда они эксклюзивны, когда ты берешь руль, а он из кожи, и рука ощущает каждую секунду, что ты, что ты ценный человек, раз имеешь такие вещи. Как прекрасно иметь время для того, чтобы проводить его в свободе и не думать о хлебе насушенном. Так что нарушим правила и быстро будем строить бизнес, который принесет нам новую жизнь, новый стиль и будем его демонстрировать другим, чтобы помочь им. Вперед, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok